Хе-хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби, и сегодня я бы хотел поговорить с вами о модуле A1H Skyraider, который не так давно заанонсили в DCS World. Модуль будет разрабатывать новая студия сторонних разработчиков CrossTales Studios. Пока что они никаких модулей в DCS World не выпускали, так что не могу про них ничего рассказать. Ну, как говорится, будем посмотреть. Но при этом мы можем поговорить про сам самолет и про то, как он будет чувствовать себя в реалии в DCS World. Давайте этим и займемся. Ну, а фоном пущу штурмовку на АП-47. И свой рассказ начну с того, что Skyraider это самолет с очень богатым боевым прошлым. Он себя очень хорошо показывал как на войне в Корее, так и на войне во Вьетнаме. Несмотря на то, что являлся морально устаревшим в эпоху реактивной авиации. Ну, тут стоит отметить, что главным плюсом Skyraider было то, что он мог очень долго барражировать над полем боя и оказывать непосредственную авиационную поддержку наземным силам именно тогда, когда это было необходимо. В принципе, это неудивительно с учетом того, что самолет имел на борту очень большой запас топлива и при этом поршневой двигатель, это самое топливо, расходовал очень экономно. Ну, а то, что самолет был медленный, так для штурмовика это даже плюс, поскольку из-за малой скорости у тебя будет больше времени на прицеливание. Так что Skyraider в первую очередь был самолетом непосредственной авиационной поддержки, который дежурил над наземными силами. Хотя в роли обычного штурмовика этот самолет тоже использовался, понятное дело. Ну, а еще Skyraider американским военным нравился, из-за его огромной боевой нагрузки у самолета было аж 15 точек подвески, на которые можно было подвесить бомбы, неуправляемые авиационные ракеты, а также подвесные пушечные контейнеры. И это все в довесок к 4-м 20-миллиметровым встроенным пушкам самолета. Так что да, по наземным целям Skyraider мог работать очень долго, а не так, что сбросил пару бомб и на возврат полетел. И при всем при этом самолет имел бронирование, которое защищало жизненно важные элементы самолета, а также летчика. В общем, неудивительно, что Skyraider снискал любовь в войсках и с почетом вышел на пенсию аж в 1973 году. Хороший результат для поршневого-то самолета. Ну и стоит отметить то, что обозначение А1 самолет получил в 1962 году, а до этого обозначался как АД-6. И кому-то данный летательный аппарат может быть более знаком по данному обозначению. Вообще, записываю я вот это видео и думаю о том, что Skyraider это, блин, идейный предок самолета А-10. Ну, типа, смотрите сами. Малая скорость, возможность долго барражировать над полем боя, большая боевая нагрузка, непосредственная авиационная поддержка как основная задача, а также хорошее бронирование и высокая живучесть. А-10 надо было назвать Skyraider 2, а не Thunderbolt 2, как мне кажется. Ну да ладно. Ну а если говорить про Skyraider в реалиях DCS World, ну, во-первых, этот самолет палубник, так что будет довольно любопытно производить взлеты и посадку на палубу на этом самолете. С учетом того, что это будет первый палубный поршневой самолет, представленный в DCS. Ну а еще стоит добавить то, что штурмовка на поршневиках хоть и может быть довольно бодрой и веселой, но проблема в том, что для Skyraider в DCS нет подходящей карты. Ну, поскольку в DCS нет ни карты Кореи, ни карты Вьетнама. Можно, конечно, Skyraider впихнуть на карту Нормандии куда-нибудь, но проблема в том, что это уже анахронизм, поскольку самолет был принят на вооружение уже после Второй мировой войны. Такие вот дела. Ну, в любом случае, лично мне Skyraider очень интересен и будет любопытно посмотреть на него, когда он уже наконец релизнится в DCS World. Как я уже говорил, штурмовка на поршневиках может быть довольно веселой и бодрой. Понятное дело, что у самолета не будет баллистического вычислителя, потому что он очень старый, но что поделать. Ну да ладно, в любом случае, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания.